Благочестивое наставничество Второе послание к Тимофею, первая глава, с первого по седьмой стих. Павел, волею Божией апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе Тимофею, возлюбленному сыну. Благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Благодарю Бога, Которому служу от прародителей чистую совестью, что непрестанно вспоминаю о Тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть Тебя, вспоминая о слезах Твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру Твою, которая прежде обитала в бабке Твоей Лаиде и матери Твоей Евнике. Уверен, что она и в Тебе. По сей причине напоминаю Тебе возгревать дар Божий, который в Тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. В письмах Павла к Тимофею чувствуется глубокая отцовская любовь, которую апостол питает к своему юному протаже. Постоянные молитвы Павла за Тимофея, его сильное желание увидеться, обращение к нему как к возлюбленному сыну, говорят о том, как сильно он дорожит этими отношениями и насколько посвящен тому, чтобы помочь молодому служителю возрасти в Господе. Наставничество Павла, по сути, стало неотъемлемой частью жизни Тимофея и способствует его посвященному труду в проповеди Евангелия. Отношения Павла и Тимофея показывают нам важность наставничества. Христианину важно не просто успешно завершить свое поприще, но и других поддержать, чтобы и они успешно смогли прийти к финишу. Применение. Кому Бог призывает вас оказать поддержку на их пути следования за Ним? Что мешает вам вносить вклад в жизнь других верующих? Размышления, часть 2. Слова ободрения. Второе послание к Тимофею, 1 глава, с 5 по 7 стих. Наряду со словами любви, Павел высвобождает в жизнь Тимофея и слова ободрения. Напоминая ему об искренности его веры и духовном даре, который он получил, апостол ободряет его раздуть искру этого дара в пламя. Если Павел считал, что даже одаренный Тимофей нуждается в ободрении, то насколько сильнее нам следует ободрять друг друга? Обратите внимание на то, что слова ободрения, высказанные Павлом в адрес Тимофея, исходят не из способностей последнего, а из того, что дал ему Бог посредством Святого Духа. Ободрение, глубоко укорененное в Господе, может иметь огромное значение. Давайте с готовностью поддерживать наших братьев и сестер по вере, напоминая им о том, как он трудился и продолжает трудиться в их жизни. Применение Насколько часто вы ободряете окружающих и что им обычно говорите? Что мешает вам высвобождать слова ободрения в жизни окружающих? Молитва Отец Небесный, исполни меня Духом Святым и используй как сосуд, наполненный любовью и ободрением для моих братьев и сестер во Христе. Дай мне возможность помочь им возрастать в познании тебя и любви к тебе. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok